всем привет с вами программа новостенок и мы ее ведущие Руслана Камила и у книг есть свой праздник у каждого писателя свой путь герою у каждого читателя свой путь книги кто-то раньше кто-то позже приобщается к мир клипа начиная с 1996 года каждый год отмечается всемирный день книг и авторского права и именно этому дню и будет посвящена наша сегодняшняя программа в этот день мы с вами отправимся в республиканскую детскую библиотеку имени сергей никулина где узнаем много новых интересных фактов о книгах вот у нас есть замечательные такие книги сказки о художниках узнаем у жителей города какие интересные факты о книгах они знают ну все рассказы пушкина холодное сердце посмотрим с вами новую экспериментально развлекательную рубрику академия стекляшкина очередной поучительный рассказ в рубрике сказочные истории посвящены всемирному дню книги писателем не просто стать как и музыкантом непременно обладать надо тут таланта посмотрим с вами новый выпуск рубрики зачитай единственной мечтой сашки и кольки кузьминых которая поддерживала их и не давал сломаться им в это время была мысль о кусочке хлеба так тщательно скрываем вас за обидами железа дверями хлеборезки а еще сегодня мы пригласили студию замечательного мальчика и танцора альберта хасанова начал танцевать с 9 лет я уже танцую третий год хочу поблагодарить своих руководителей которые научили мне танцевать интересные факты о книгах доказывает что данная принадлежность не уходит из памяти человека никогда благодаря им мы развиваемся получаем новые знания проводим досуг интересные факты про книгу для многих современных людей могут быть неинтересными но мы живем пока живут книги всего на земле сто двадцать девять миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят книг большое количество читателей теряет интерес книги на 18 страницах корешки книг ведет книжные черви свиток тхарани это самая древнейшая печатная книга интересные факты истории это подтверждают первая книга похожа на те что есть современном мире была создана в первом столетии до нашей эры но самыми первыми книгами в мире считаются месопотамские таблички созданные по мнению ученых более пяти тысяч лет назад многие свитки книги были длинными достигали 45 метров в длину географический атлас сохранившийся в лондонском музее это самая тяжелая в мире книга римский император марк аврелий выплатил самый большой гонораж за книгу его получил поэт опиан в лондоне издали книгу самому длинным заголовком самым огромным словарем считается немецкий словарь самым популярным книжным героем был именно наполеон 10 тысяч книг за все время было написано про наполеона в бразилии была создана юбилейная книга из нержавеющей стали в древние времена книги и на полках ставили корешками внутрь 21 процент всех книг мира приобретаются женщины большую часть книг покупает люди старше 45 лет люди за неделю заниматься чтением 7 часов во время чтения книг наши глаза смотрят в разные стороны самой первой книгой с установленной даты является псалтырь более двух тысяч лет тому назад в обиходе появилась первая газета которая заменила книгу в абхазии была обнаружена единственная в мире книга из камня на полках тесно прижавшись друг другу с ряд книги они наши проводники к разуму и чувствам человека они открывают врата в бесконечный мир знаний не все еще познано не все открыто будут написаны еще новые и новые произведения наша коллега отправилась в детскую библиотеку с сергея никулин где узнала много нового интересного об истории происхождения книг здрасте биотеке трое территории Петровича Никулина в отделе по искусству у Любови Хусеевны. Здравствуйте, Любовь Хусеевна! Здравствуй, Салима! Мне очень приятно снова встретиться с тобой в нашей библиотеке. Какого числа отмечается Всемирный день книги? Салима, Всемирный день книги отмечается 23 апреля, а этот праздник стали отмечать с 1996 года. А в Испании еще раньше стали отмечать. Почему? Потому что этот день – День Святого Георгия. И в этот день, кто покупал книги, всем дарили розы. Почему именно в Испании? Потому что выдающийся писатель Испании Сервантес Мигель ушел из жизни 23 апреля. И получается так, что очень известные по всему миру писатели, поэты или рождались в этот день, или уходили из жизни в этот день. И по предложению Испании решили отмечать 23 апреля Всемирный день книги. В каком городе в этом году будет отмечаться этот праздник? Салима, каждый год в разных странах отмечается этот год. И по решению ЮНЕСКО в этом году этот праздник будет отмечаться в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шарджа. Какой же книга была раньше? Да, Салима, вы сейчас берете книжечки, которые уже такие красивые, в таких красивых переплетах, с яркими рисунками, с красивыми репродукциями, с таким замечательным текстом. А в начале, конечно же, книга не такой была. Давай мы с тобой вкратце так историю книги изучим. Ну, что в начале было у древнего человека? Он писать не умел, читать не умел, но желание было сохранить то, что он умеет, то, что он в жизни видит. И вот появились первые пиктограммы, то есть наскальные рисунки. Человек рисовал то, что он делал, движение, охоту и так далее. Ну, естественно, эволюция, человек развивался, и дальше уже еще больше желание оставить это уже на других источниках. И появляются каменные и глиняные дощечки. И там, значит, таким специальным, клинопис называлось, оставляли свои вот тоже рисунки какие-то, иероглифы. Затем решили использовать папирус. Ты знаешь, что такое папирус? Это такое растение, на котором вот особым образом его обрабатывали, и на нем тоже оставляли свои, то, что они видели. Далее появляется пергамент. Это такая выделанная кожа, на которой тоже вот они оставляли, и то, что как могли, так и оставляли свои следы, так скажем, в истории. Затем, когда появилась уже бумага, да, первая, впервые в Китае появилась бумага, конечно же, стали писать на бумаге. И первые книги, они не были печатными, Шалима, они были рукописные. Этому придавалось очень большое значение, и книги в старину стоили очень дорого. Их обычно переплетали или в золото, или в серебро, и вот так оно имело очень большое значение. Сейчас, конечно, эти книги хранятся в музеях, и благодаря этому мы можем смотреть и видеть, как же было до нас, что было раньше. Сколько книг, по-вашему, должен прочитать образованный человек? Какие? Салима, ну, сколько книг? Чем больше, тем лучше. Потому что лишним не будет. Человек по всей жизни должен все время развиваться. Правильно, Салим? Ты со мной согласна? Да. Ну, наверное, определенного количества нет у Салима. У каждого свои интересы, и кто сколько может, наверное, столько и должен прочитать. Какие книги особо популярны и часто берут почитать? Салим, ну, у нас фонд очень богатый в библиотеке и разносторонний. Вот, кто чем интересуется. Ну, в основном дети берут книги, которые им надо прочитать по школьной программе. Вот, и там уже круг интересов. Кто любит фантастику, очень любит фантастику, ну, и обязательно нужно читать классические произведения наших русских и зарубежных авторов. Вот, современную литературу любят, исторические книги любят. Вот, вот, в основном вот такие книги у нас берут, и детки читают. Что вызывает интерес к чтению у детей? Салим, ну, в разном возрасте по-разному. Допустим, если взять первый, второй уклад, да, пришел ребенок выбрать себе книгу. Он откроет ее. Первое, наверное, что ему интересно, вызывает интерес, это иллюстрации в книге. Потому что в маленьком возрасте у ребенка интерес вызывают именно яркие, красочные иллюстрации в книге. По иллюстрациям хорошим можно даже написать сочинение. Поэтому, видимо, в первую очередь это. Дальше уже, конечно, его интересы, что ему больше нравится, вот это вызывает. Ну, и, естественно, Салима, расширять свой кругозор, знать больше. Вот это, наверное, и привлекает любовь к чтению. Как часто дети посещают библиотеку в поисках интересных книг? Знаешь, Салима, у нас есть такие читатели, которые могут и каждый день приходить в нашу библиотеку, да. Есть такие читатели, очень быстро читают. Ну, а если взять правила библиотеки, мы выдаем книгу на 10 дней. Если он в течение 10 дней прочитал книгу, он приходит, меняет ее, берет другую книгу. Не прочитал, мы ему продлеваем книжку. Поэтому, если взять в среднем, то в течение недели вообще каждый день посещают. Но если взять одного читателя, он может по-разному, Салим, хоть каждый день приходить, неделю раз. Спасибо, Любовь Хусеевна. Я узнала много интересного и увлекательного о книге. Мне очень приятно, Салим, что вот мы с тобой уже так много говорим о книге. И я тебе советую, коль ты пришла в отдел искусства, и я вижу, тебе нравятся книги, ты любишь читать, любознательная девочка. Вот у нас есть замечательные такие книги, сказки о художниках, прочитав которые, ты много интересного узнаешь о живописи и вообще о картинах. Это у нас Васнецов, я думаю, с ним знакома. Это картина «Богатыри» называется, с детского сада все знают. Книжечка Левитан, художника Левитания, а художники Левитания. И Шишкин, Иван Шишкин, это русские художники 19 века. Я советую тебе их прочитать, вот ты сегодня возьмешь и почитаешь дома. Хорошо? Салима. Ну что, ребята, настало время прощаться, желаю вам окунуться в мир увлекательных книг. Пока-пока. Книга. Она появляется в нашей жизни с самого раннего детства. И далее. Рука об руку. Мы идем с ней по жизни. Как возникла идея создать ту или иную книгу? Кто знает, что послужило толчком к развитию именно этого сюжета? Волнительный момент рождения книги нам не узнать никогда. Наш корреспондент отправился в самый центр города для того, чтобы лично узнать у юных жителей, какие интересные факты о книгах они знают. Да, я очень часто читаю. Да. Да. Да, люблю. Да. Ну, не так уже. Ну, я читаю, но не люблю так читать. Немного. Не очень. Ну, так себе. Да. 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 Да, очень люблю. Ну, Ночь перед дружительством. Винни-Пух. Гарри Поттер. Есть Капитана Гранта. Гарри Поттер. Книга, история есть. Рассказ. Лев и собачка. Ну, все рассказы Пушкина. Холодное сердце. Панос называется книга. В дурном обществе. Я даже не знаю. Я по этой не особо книге, я рассказы читала. Война и мир Толстого. Комедия Гоголь-ревизор. Пушкин. Гоголь. Александр Пушкин. Тургенев. Пушкина, Лермонтова. Пушкин. Александр Сергеевич. Пушкин. Лермонтов. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Толстой. Николай Васильевич Гоголь. А теперь настало время новой интересной рубрики «Зачитай», в которой будут делаться обзоры на самые разные книги для детей и подростков. Ну что, смотрим? Вы когда-нибудь задумывались, каково это? Потерять родителей? Расти без отца и матери в детском доме? А жить в проголоде? Я только что закончил читать книгу Анатолия Приставкина ночевала тучка золотая о дедомовских подростках времен войны, о двух братьях-близнецах Сашке и Кольке Кузьминых, Кузьмёныша, как они ласково сами себя называли, о детях, которые из голодухи съедают восковую свечу, которые воруют просто потому, что иначе не выживают. И теперь все мои мысли только об этом. Сашка был головастым. Все идеи возникали в его мудрёной головушке, Колька – ногастым и рукастым, а вместе были одним целым. Одна кровь, одна жизнь на двоих. Они не существовали по отдельности, всегда были как нитка с уголкой. Они были мои ровесники, им было около 11 лет, но по их мыслям и действиям этого не скажешь. Война заставляет взрослеть быстрее. Они никогда не видели нормальной жизни, которая есть у нас. Сколько же испытаний выпало на их долю? Как стойко они переносили все тяготы жизни? И, вопреки страшным и жестоким обстоятельствам, не теряли способности радоваться жизни, дружить, помогать другим. Я даже не представляю, как смог бы вынести все это. Мне кажется, не смог бы выдержать и дня. Единственной мечтой Сашки и Кольки Кузьминых, которая поддерживала их и не давала сломаться им в это время, была мысль о кусочке хлеба, так тщательно скрываемого за обиделыми железом и дверями хлеборезки. Когда слюна накипает во рту, когда схватывает живот, когда бутнеет в голове, когда хочется выть, кричать и бить в эту злосчастную дверь, мальчики готовы на все, лишь бы добраться до заветного кусочка. Но в один прекрасный день 1944 года, когда вроде бы и победа виднелась на недалеком горизонте 45-го, проносится весть, что чеченский народ депортировали в Сибирь, а детей детского дома отправляют заселять чужие земли. Что такое депортация? Какое-то страшное и жестокое время, и мой народ знает не понаслышке, ведь карачаевцы были первыми, кого выстрелили из Кавказа. Как одним рощерком пера могла решаться судьба целого народа? Мужчин забирали у жены детей, от холода и голода погибали целые семьи, не доезжая до места назначения. Мало было только в великой стране фашистского потрясения. Непростительная жестокость, преступления длиною в жизни. А на высвободившуюся землю заселяли других людей, и ведь тоже не по своей воле. Вот так и Сашка с Колькой, вместе с другими детдомовскими детьми, сквозь разрушенные фашистами земли, ехали заселять Кавказ. Знали ли они, что ждет их впереди? Какой сюрприз им уготовила судьба? Конечно же нет, они нежеланные гости на чужих землях. Люди, мирно жившие на своей земле, озлобились на других людей, начали убивать друг друга. И детей тоже стали убивать. Страшно, жестоко. Но это взрослые. А дети? Они не понимали, откуда пришла эта вражда, и дружили, невзирая на национальности. А дети? Они не понимали, откуда пришла эта вражда, и дружили, невзирая на национальности. Дети оказались чище, светлее взрослых. Еще по дороге ребята подружились с воспитательницей Региной Петровной. Полюбили ее. И она прикипела к Кузьмёнушу. Помогала им. На работу на консервной забот устроила. Угощала чаем с сахарином. Однажды даже взялась им из папахи зимней шапки шить. Но вот когда опасность пришла, себя и своих родных детей спасла, а про Кузьмёнуши и забыла. А помнилась, поздно было. А ведь сколько надежд им давало. Сколько раз они хотели убежать, и из-за нее возвращались. И нельзя осуждать, и не получается. Читаешь, и слезы наворачиваются на глаза. Рассказываю, и комп отступает в горло. А самое ужасное, что эта книга не выдумка, не фантазия автора. Это правда, и это было. Тяжелая книга, но ее обязательно нужно читать всем. И детям, и взрослым. Эта повесть призыв автора к справедливости, ответственности взрослых за судьбу детей, которые должен услышать каждый. Она должна всем нам напомнить, что у человечества только тогда будет будущее, когда народы смогут мирно существовать, когда у каждого ребенка будет настоящее счастливое детство, когда мы научимся быть милосердными и подтягивать руку к помощи, попавшим в виду людям. А теперь подошло время познакомить вас с нашим гостем программы Альбертом Хасановым. Альберт, расскажи нам и нашим телезрителям немножко о себе. Ну, мне 12 лет, я занимаюсь танцами, люблю танцевать, занимаюсь спортом, дюдо. Вот, у меня 25 апреля будет сольный концерт. А можешь рассказать немного подробнее о сольном концерте? Ну, там будет очень много гостей. Там Шервани Мурдалов, Нема, мистер Нема, Гага Джексон, он приедет меня поддержать, дядь Тайба Рамуков, ну, и там еще много гостей. Ну, я начал танцевать с 9 лет, я уже танцую третий год. Хочу поблагодарить своих руководителей, которые научили меня танцевать. Благодаря им я достигаю цели. Ну, и они меня поддерживают в каждых танцах. Альберт, кто вдохновил тебя на такой вот творческий путь? Ну, сперва у меня был руководитель. Ну, нам сказали в Яроваше поставить танец. А я тогда вообще знал, что такое танец, но не умею танцевать. там есть такая студия, детская образцовая, Таун. Мы туда пошли, там первый мой руководитель был Рамазан Аскербевич, Иртуев. Потом Шамиль Бородинович. Я уже пошел в ансамбль, сперва был в подгруппе. Вот. А потом Айдар Сапарович, Шаманов Айдар Сапарович. Благодаря своим руководителям я уже могу выступать на сцене. А с какого возраста ты начал танцевать? С 9 лет. Ну, с 9 до 12, если все посчитать, то 3 года уже танцую. Поделись с нами своей самой заметной мечтой. Ну, я хочу попасть в грузинский ансамбль в Сехишвили, как мой любимый хореограф Айдар Сапарович. Альберт, расскажи нам, кем ты вообще хочешь стать, когда вырастешь и почему? Ну, я хочу быть артистом, выступать на сценах. Ну, я еще хочу научиться петь. Ну, чтобы развиваться дальше в жизни. Альберт, давай поиграем в небольшую игру. Она называется «Длится класс». Мы задарем тебе вопросы, а ты на них быстро отвечаешь. Хорошо. Поехали. Какое мороженое ты предпочитаешь, шоколадное или фруктовый лед? Шоколадное. Красный или черный цвет? Черный. Газировка или сок? Газировка. Что бы ты выбрал, дарить подарки или же получать их? Дарить. Альберт, твои пожелания нашим телевизорителям? Ну, я хочу им пожелать мирного неба над головой, счастья, здоровья, исполнения желаний. Ну, а также я приглашаю всех на свой сольный концерт 25 апреля в Верхней Тиберде в 6.00. Мы благодарим тебя за такую интересную беседу и желаем тебе успехов и здоровья. Мы попросим тебя остаться и вместе с нами посмотреть интересную рубрику «Сказочные истории». Уверен, вам понравится. Ну что, теперь настало время новой рубрики «Академия Стекляшкина». В постоянных рубриках «Академика Стекляшкина» будут решаться и обсуждаться самые интересные и актуальные вопросы, волнующие маленьких всезнаек, а также проводиться научные опыты и эксперименты. Ну что, смотрим? «Академия Стекляшкина» «Академия Стекляшкина» Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Академик Стекляшкин и я расскажу вам о настоящих чудесах, которые можно совершить с помощью науки. Как и великое множество других предметов, фломастер, точнее его прототип, появился еще в Древнем Египте. В ходе раскопок гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, изготовленный из меди. Внутри него находилась пропитанная чернилами тростинка. Это позволяло чернилам выделяться постепенно, а не сразу. Этот предмет древних египтян считают прародителем фломастера. Много лет эта идея не была использована современниками, и лишь в 1942 году японец июкио Хори, сотрудник токийской компании Tokyo Statianary Company, представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян. Однако он имел специальный наконечник, который обеспечивал равномерное и аккуратное вытекание чернил. В Европе первыми выпускать фломастеры начали немцы вот на 1960 году. С тех пор фломастеры стали неотъемлемым инструментом творчества. Ими с удовольствием пользуются не только дети, но и дизайнеры, и карикатуристы. Давайте приготовим одну из самых необычных самодельных красок. Это будет краска из муки и соли. Для этого нам понадобится соль и мука в одинаковом количестве. Предположим, две столовые ложки муки и смешиваем с двумя ложками соли. Необходимо также добавить немного воды в нашу смесь. Фактически, это будет похоже на соленое тесто для лепки, но более жидкой консистенции. Примерно как густота сметаны. Если получается слишком жидкая, добавляем немножко соли и муки. Если наоборот слишком густое, то доливаем воду. Тщательно размешиваем все компоненты нашей будущей краски. И, конечно, мы должны придать ей цвет. Добавляем любой пищевой краситель. Также можно добавить гуашь или акварельную краску. В общем, все, что имеет красящее свойство. Солью и мукой сочетается практически любой краситель. Мы сделаем с вами фиолетовую краску. значит, смешать синий и красный цвета. Как же рисовать такой краской? После того, как мы как следует ее размешаем, мы наносим ее лучше всего опять же на твердую поверхность, на картон или на дерево, потому что бумага под такой краской имеет свойство стягиваться после высыхания муки. Ну, а наносить можно кисточкой, но гораздо интереснее взять, допустим, ватную палочку или какой-нибудь другой инструмент для того, чтобы наносить линии, выпуклые линии и точки. Можно также придумать еще другие приспособления. Например, взять вот такой вот флакончик аптечный или флакон из-под краски и заполнить его нашим красителем. Я в лаборатории своей приготовил оранжевую краску из соли и муки. Можно выдавливать вот такие рельефные линии. У нас получился какой-то невероятный абстрактный рисунок. Вот примерно следующее. Но мы можем оценить, что линии действительно выпуклые. Как высыхает такая краска? высыхает сама по себе за несколько часов, за день, за два точно высохнет. Но можно этот процесс ускорить, положить наш рисунок в микроволновку. Только ненадолго, секунд пять, десять. Вполне хватит для того, чтобы краска застыла. У меня получился вот такой вот рельефный рисунок из оранжевой краски, из муки и соли. Друзья, творческих вам успехов! Друзья, я получил вопрос от Володи Темкина, который спрашивает, каким образом квакают лягушки. Вопрос интересный. Отвечаю. Квакающие звуки издают лягушки самцы. Кваканье служит способом привлечения самок в брачный период. И для того, чтобы издать такой квакающий звук, лягушка делает глубокий вдох, закрывает ноздри и рот, и с нажимом пропускает воздух из легких в рот и обратно. Можете попробовать сами. Проходя сквозь голосовые связки, воздушный поток задевает их, и они начинают вибрировать. Таким образом получается кваканье. Кстати, у многих лягушек есть специальные голосовые мешочки, которые напрямую связаны с ртом. И когда лягушки поют, эти мешочки заполняются воздухом и раздуваются. В таком виде они служат резонаторами и придают лягушачьему пению квакающий звук. Друзья, если у вас тоже есть вопросы, присылайте их в нашу группу ВКонтакте. На самые интересные я непременно отвечу в следующих выпусках нашей программы. С вами был академик Стекляшкин. До новых встреч! С книжками мы все дружны и ты и я читатели и конечно знаем мы что пишут их писатели. Писателем не просто стать как и музыкантом. Непременно обладать надо тут талантом. Как в профессии любовь здесь свои секреты. В книге действует герой строго по сюжету. Сочиняет свой сюжет автор сидя в кресле выдумки предела нет лишь бы интересней. Он незнайку на луну словно маг отправит и волшебную страну полюбить заставит. Из нее приходят к нам Винни-Пух Мальвина айболит Гиппопотам Храбр Чаполина. Здесь за письменным столом место их рождения оживают под пером все их приключения. Вот дописана строка и готова книжка. Прочтут ее наверняка девчонки и мальчишки. На этом дорогие телезрители наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового и с пользой привели время. Программа Новосенок прощается и желает вам больше позитивных новостей. Пока-пока! Программа Новосенок объявляет о старте регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году он приурочен к предстоящему празднованию в 2020 году 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Создание тематических подделок, посвященных сотрудникам органов внутренних дел в период Великой Отечественной войны, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Игрушку можно сделать из любого материала – текстиля, дерева, полимерной глины и другого сырья. Главное, чтобы подделка отражала образ сотрудника любого подразделения органов внутренних дел в годы по адресу город Черкесск, улица Парковая, 19. По всем вопросам можно обратиться по телефону 29 23 36.